Попробуем поучаствовать и привычным для меня способом, для того, чтобы просто поправить микрофон, как лучше, со звуком дайте мне знать, пожалуйста. Будем надеяться. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять, плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Это обычный номер для смс-сообщения. Я и отсюда в удаленном режиме прикрасивающим образом все это могу видеть. Да, вот, все в порядке, работают смс-сообщения, и работает моя система, которая мне позволяет их читать. Так что, пожалуйста, давайте во время эфира общаться таким способом. Я пропустил предыдущую программу. Мы с вами встречались просто в какую-то почти доисторическую политическую эпоху. Прошло раз две недели тому назад. Это было еще до 17 августа, до 18 июля, до всех тех поразительных событий, которые сопутствовали сначала внесению приговора в адрес Алексея Навального и Петра Офицерова, их арест прямо в зале суда, потом события в Москве, потом абсолютно невиданный протест прокуратуры, невиданный в практике российского суда, удовлетворение этого протеста, освобождение Навального и начало его активной избирательной кампании. Вообще, конечно, события эти совершенно поразительные и бесконцидентные. Сегодня на сайте ЕХА висит очень простой, я бы сказал, такой грубый текст писателя Михаила Виллера, который так-то просто битым словом сказал, вот люди как-то должны на этих выборах московских голосовать или за Путина, или за Навального. Примерно так он это сформулировал. В общем, голосование это выбор между одним и другим. И если пытаться одной фразой описать все то, что происходит на этих московских выборах, то фраза будет, конечно, именно эта. Хотя, на самом деле, конечно, за этими событиями масса всяких важных обстоятельств, и люди, которые наблюдают за российской политикой, все эти дни последние пытаются сообразить, что, собственно, там произошло. Действительно ли есть какое-то столкновение двух или нескольких противоборствующих кланов, или все описывается просто в терминах какого-то бесконечного беспорядка. И ситуации, в которой принимаются какие-то скоропалительные, странные решения, один исключающий другое, или просто речь идет о нарушении канала в связи между разными уровнями этой самой пресловутой пирамиды. Остается фактом, что мы с вами располагаем сегодня впервые за много лет очень важные выборы, и это реальные выборы. И это выборы, на которых есть настоящие соперники, и это выборы, на которых есть настоящий оппозиционный кандидат. Это совершенно новая для России ситуация, как не конечно это звучит. Новая, ну, новая на протяжении последних нескольких лет. Нас успели специальными политическими впечатлениями отучить от этого за эти годы. И я уже говорил об этом и готов повторить сейчас, что в любом случае эти выборы сыграют очень большую роль в истории новой российской политики, потому что они покажут огромного количества людей, что есть вещи, которые нужно ценить. Нужно ценить свой голос, нужно ценить правильный подсчет на выборах, нужно ценить возможность людей участвовать в избирательных кампаниях, нужно уметь отличать настоящих кандидатов от кандидатов таких фальсифицированных, имитированных, которые только делают вид, что они кандидаты. Нужно уметь внимательно следить за изменением изградительной кандидатуры, а потом чуть позже поговорим о тех данных, которые приходят от социологов на московских выборах. В общем, эти выборы, это какая-то большая, такая практическая школа демократии для огромного количества людей в России и для тех, кто непосредственно в этом участвует, и для тех, кто за этим наблюдает. А я уверен, что наблюдающих очень много. Вообще, центр политики, ну, спешно говорить, что он переместился в Москву. Он всегда был в Москве. Собственно, никуда он отсюда не уезжал. Но, действительно, вот в этих московских выборах сегодня сконцентрировалась основная политическая интрига и проявляются основные политические роли, которые в российской политике сегодня существуют. Ну вот, мы получаем достаточно часто в последние дни сведения от разных социологических измерителей, которые пытаются обсчитать ситуацию в Москве и понять, как меняются во времени предпочтения российских избирателей. Вчера появились цифры от Камкона, такие демонстрирующие несомненный рост популярности Навального и вообще знакомства людей с Навальным, но демонстрирующие, тем не менее, очень надежную такую основательную позицию Собянина по данным Камкона больше 75%. Голосующие по-прежнему собирались голосовать за него и, собственно, это, если эти данные останутся вот такими, то они, конечно, ставят средств на основной интриги этих выборов в настоящий момент на интриги второго тур. Совершенно очевидно, что ситуация радикально меняется в случае, если на московских выборах образуется второй тур. Причем совершенно все равно с каким счетом. Если оказывается, что у Собянина 49,9% голосов, а у Навального 10, или 15, или 12, или 20, но это все равно второй тур, то понятно, что в этом втором туре ситуация радикально меняется и предпочтение людей начинает перемещаться с места на место и появляется совсем другой уровень освещения этих выборов и перспектива меняется очень сильно. Но вот сегодня появились другие сведения компаний Собянина, которые, в общем, оценивают санкции. Собянина пройти в первом туре гораздо-гаразной форме, ну, просто радикально. Не знаю, я не стал пока полициировать ни первый, ни второй. Давайте ждать дальше. Пока важна предпочтение. Предпочтение заключается в том, что Навальный и Россия. Я несколько дней там написал, что мне кажется, что он при активном проводении компании мог бы расти со скоростью полпроцента в день. Ну, вот за 40 дней компании каталога 20%. Примерно так, по последним, например, Суперчо, примерно так оно и происходит. Недели 6% добавил Навальный. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Посмотрим, как это будет отчеты. Но, в любом случае, прогресс этот будет, потому что, конечно, у Навального очень большой потенциал, есть огромное количество людей, которым еще предстоит узнать о нем, о его работе, о его политических намерениях, о его политической программе. Мы имеем, поскольку нечастливые, если есть случаи, когда политические программы кандидатов есть, эта программа очень содержательная, программа очень серьезная, она имеет значение. Нас как-то приучили всеми этими дутыми, фальсифицированными выборами, что программа здесь такая, какая-то, в общем, более-менее, фандомия. Она может быть, может не быть, лучше, чтобы не было, чтобы никого не путать. Вот достаточно просто много-много раз повторить. План Путина, План Путина, что План Путина, где План Путина, в чем План Путина, от чего План Путина, не имеет никакого значения. Вот План Путина есть. Это вот так все, в расставочке для того, чтобы организовать агентационную кампанию. Так казалось тем политтехнологам, которые работают с Путина. Слава Богу, таких политтехнологов нет, и Навальцев. Многие за это обвиняют, многие смиются, что вот, как-то, не взял профессионалов. Ну, вот профессионалы, вы, наверное, сказали, что если бы план Навального, план Навального, и по возможности не расшифровывают эти слов, потому что ничего хорошего, как-то они, избирателей не привезли. Извинения, компания Навального строит суды по-другому, и главное, что можно не сказать, что это достание ощекам. Она идет тяжело, она идет с ошибками, она идет с университетами, она идет с явным перекосом в сторону такого, я бы сказал, пердичного представления изграченной информации. Отсюда вот все вот эти агитационные материалы на Ромастопской улице, отсюда большое количество всяких листов, вот такие, какие-то, какие-то материалы в стране, просто по домам, пока просто для того, чтобы дать людям знать о том, что результат давания существует, и не будет, а, да, а что будет, и не будет, и, как-то, и, как-то, вот такие. Я думаю, что предстоит еще Навальному и Гридоштабу, вот в оставшемся месте с лишним, научиться говорить с разными людьми по-разному, научиться говорить со своими сторонами, с заготовыми сторонами, с людьми, которые сомневаются, с людьми, с членами университетов, и, в общем, с участием всей вот этой вот избирательной вертитанией, это очень важная часть работы, и, несомненно, рано не будет. Навальному, у него сарапник не придется, этим сниматься. Тоже надо будет как-то разговаривать, нужно будет с ними знакомиться, нужно будет рассмотреть, нужно будет как-то руки пожимать, потому что это те самые люди, от которых очень многое будет заниматься. Мы много раз с нами с ними говорили, что фальсификации на выборах в разных формах, они осуществляются не Путиным, и они осуществляются даже не Чуровым, по большей части. Они осуществляются людьми внизу, они осуществляются вот теми самыми гяденькими и тетеньками, иногда такого довольно непрезентабельного, такого искусственного людьего вида, которые сидят на избирательных участках, и вот вручную что-то такое проделано с демарками, с цирками, с понтакончиками, с книжечками, с подписчиками, вот со всеми этими вот маленькими, этими изгрательными штучечками, из которых, собственно, и состоит голосование. Не выборы, выборов это значит гораздо больше, а вот само голосование. Мне на этих выборах, например, предстоит вблизи на это, чтобы смотреть, и непосредственно с этим совсем подготовиться. Я один из тех, кто сделался членом участковой избирательной комиссии справа решающего голоса в этот раз. Я уверяю вас, я этого, своего права, никому не отдам. Мне кажется, что стоит очень интересная и очень важная работа, особенно если ситуация приблизится вот к такой вот балансовой, когда то ли да, то ли нет, то ли не будет, то ли нет, второй тот. И искушение не длинуть поддержку в первую очередь будет, конечно, чрезвычайно далеко. Вот примерно настолько же далеко, как оно было во время президентских выборов, когда, в общем, это было совершенно очевидно, что команда Тана слева Путина в первом туре, и это в смысле любой сын. Или во время Думских последних выборов, когда речь шла о том, будет или не будет у Единой России конституционное большинство, и вот здесь, что называется, нужно было найти. Но тут-то они не дрожали. Велика вероятность, конечно, что дрожнут в этот раз. Поэтому, я вот сейчас обращаюсь ко всем тем, кто имел неосторожность ввязаться в эту историю и подать документы сделаться членам участковой избирательной комиссии, пожалуйста, не забывайте о том, что вам предстоит очень важный роль в этот выбор. Вас еще как-то никто зашиворот никуда не тянет. Еще через некоторое время это произойдет. Обычно примерно за месяц до голосования оживают участковые избирательные комиссии. То есть, я думаю, в первых, скажем, десятых числах августа вот тут начнется какое-то первое шевеление. Я абсолютно уверен, что в Москве будет значительное количество разных организаций, несмотря на абсолютно отчетливые и хорошо видные снаружи гонения на некоммерческие и неправительственные организации, которые занимаются обучением людей в качестве наблюдателей, в качестве участников в разных комиссиях. И очень будет очень открыто. Вы знаете, что голос будет просто открыть и несколько мест создана совсем другая организация, которая попытается взять для себя ту самую роль, которую выполнял голос. Но так или иначе, я думаю, что будет возможность учиться, будет возможность получать разное разъяснение, будет возможность проходить тренинги. это очень важно, потому что важно хорошо, я бы сказал, совершенно свободно ориентироваться в российском избирательном покровительстве. Нужно многое помнить, потому что нужно будет быстро реагировать, нужно будет быстро понимать, в каких ситуациях вас отманывают, в каких ситуациях вас пытаются отвлечь, в каких ситуациях пытаются воспользоваться вашей неопытностью. В общем, я здесь очень советую не жалеть времени на предварительную учебу и активно искать возможности такой учебы для тех, кто стал членом университов. В Москве роль будет очень важная и работа будет очень наружной и в зависимости к этому учебу. Что касается выборов, я намеренно не касаюсь той зубки в каналии, которая началась в социальных сетях, потому что мне сейчас мне кажется, что использование этих выборов решений не правильных. Они решены не в сездухе, не в телевизионном вернале и не в других каких-то инструментах для сетевого общения. Там действительно огромное количество дамочек сбежалось для того, чтобы сообщить о том, что они наконец-то нашли время и место распекаться с новальным, наконец-то они готовы вспомнить все те обиды, которые он внес, все слова, которые произвел и так далее и так далее. Давайте мы с вами все будет. Человек предстоит значительной мере поднимушку, когда здесь небольшая товарища. Но он предстоит значительной мере поднимушку тому, чего вы предстоит не хотите просто боиться. А он не боится. Он находится в более чем положение. Вообще немного сегодня в мире в мире последних лет было на свете таких выборов где ставка была бы такова. Ставка собственно жизни. Если этот человек хорошо повредит и получит хороший результат, даже нельзя не выиграть, но просто получит значительный серьезный результат, который покажет значительную серьезную подвеску со стороны избирателей. Судьба его сможется одним образом. Для начала он просто не свободен. И вероятность это велика. Ставлю такое впечатление, что это имеет значение для тех, кто управляет российским судом. К сожалению, мы будем говорить, что российский суд сегодня не принимает их на порядке, а принимает их по указаниям разного рода других политиков, которые представители государства. Они вынуждены будут ориентироваться на Великобритании. У меня нет никаких людей относительно того, что вы были в собрании того же значительного количества людей в центре Москвы 18 июля, когда был объявлен приговор, вот это самое состояние черное по поводу приговора Навальному, что оно оказалось прямым аргументом, и что именно из-за него было принято поразительное решение Навального ослепородить и предоставить возможность продолжить историю . Там и по времени это не сходится. И в общем понятно, что это раньше, чем стало ясно, что очень много людей в центре Москвы и что это выглядит очень значительно. Но в любом случае это пока представляется не очень проблемат. Но одно дело расстояние в центре Москвы на тротуар тысячи человек двух, пяти, десяти, пятнадцати, сколько там было. Людей было достаточно много. А другое дело поддержки народа. Это действительно не серьезно. И она действительно является политическим организмом, который врачи существуют не важны. Так что ясно что мы с вами сражены по-прикому. Если хотите называйте это правозащитность родной эпидемии. Но тем не менее это так. Немного или всего нет. Которые статки такова. Которые статка свобода человека или его несправедливое есточение в результате абсолютно абсурдного процесса. Наверное неправосудимого предположения. Конечно когда-нибудь предстоит отметить и в тюрьме о том в этом нет ненавидейших сомнений. Но знаете пока так в росте в ваша декол не полет. До тех пор пока мы дождемся с вами доставление справедливости на этом деле человек будет в себе отменить не один человек в поменьше говоря Навального не абсурцирован. Так что на этих выборах этот фактор очень библиот. С другой стороны конечно он ставит и Навального и Абсурцирован очень странное неожиданное положение когда ну знаете они становятся в некотором роде неуязвимы. В некотором роде оказывается что поскольку самое страшное с ними уже произошло а мы с вами не должны забывать что приговор вынесен вот он он здесь он никуда не делся от того что их выпустили не взяли под стражу в зале суда по существу и выпустили до вступления приговора в законную силу этот пятилетний срок никуда не улетучился. Так вот в этой ситуации они оказываются как бы неуязвимы. В этой ситуации ну они могут вести себя чрезвычайно решительно и чрезвычайно эффективно и эффектно потому что ну не очень понятно что еще можно с ними сделать для того чтобы каким-то образом ухудшить их положение ухудшить их ситуацию. Так что я думаю что вот эти очень необычные выборы они несомненно останутся в истории России и мы с вами еще долго будем их анализировать независимо от того чем они завершатся. А завершатся они так или иначе это уже сегодня совершенно ясно появлением в России мощного политика федерального масштаба который уж точно прекратил прекратил быть просто блогером просто таким интернетовским разоблачителем. Именно поэтому мне не так важно то бурление которое происходит сегодня точнее происходило несколько дней тому назад в социальных сетях я очень рад что оно произошло заранее что вот собственно как-то в самом начале этой кампании все это нахлынуло и потом отхлынуло пускай как-то осадок этот весь там где-то на дне болтается хорошо что это сейчас они перед самыми выборами но я конечно не сомневаюсь что мы с вами еще увидим и услышим очень много лжи нам еще с вами предстоят разнообразные разнообразные телевизионные разоблачения без этого конечно не обойтись я думаю что они будут примитивными потому что понятно что люди которые сочиняют вот эти знаменитые фильмы на НТВ и втором канале в последнее время они оперируют самыми простыми аргументами вот агент госдепа состоит в гомосексуальном браке несомненно педофил продает российских детей на разбор и на органы иностранным злодеям и собственно вот по утрам пьет портвейн и пьет родителей ну вот из этого я думаю на этом это все будет построено потому что история с воровством денег она как-то кончилась более или менее таким тотальным саморазоблачением вот этот судебный процесс и даже несмотря на то что он кончился обвинительным приговором он настолько ясно продемонстрировал что обвинения в рабстве они не состоятельны и позволил настолько подробно разобраться вот с этим финансовым прошлым Алексея Навального и Петра Офицерова что в общем с этой темой можно теперь заканчивать очень трудно будет к ней вернуться очень трудно будет навязать общественному мнению еще что-нибудь про дрова в Кировской области совершенно очевидно что эта тема на всем закрыта и всем очевидна ее политическая составляющая есть второй сюжет я буквально начну его вот сейчас до перерыва второй сюжет чрезвычайно важный случившийся на этой неделе это приговор не приговор точнее а вердикт европейского суда по правам человека по первому делу Ходорковского очень противоречивые мнения относительно смысла этого вердикта даже вы знаете был такой очень редкий скандал с появлением потом исчезновением потом изменением пресс-релиза на официальном сайте европейского суда по правам человека там вообще машина это работает очень хорошо и то что даже она сбилась в этой ситуации показывает что там чрезвычайно это было сложно об этом вердикте можно сказать определенно можно сказать только одну вещь он очень сложный и многосоставный в нем много разных слоев в нем много разных обстоятельств там много пунктов по одним из них заявление удовлетворено по другим не удовлетворено но есть некий итог из этого всего есть некое очевидное резюме которое можно сделать и это резюме оно очень хорошо описано совсем другим документом документом который называется называется уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации где предусмотрены такие ситуации вот я давайте прервусь на этом месте может быть в те три минуты перерыва которые нам предстоят кто-то из вас успеет зайти на сайтах Москвы и посмотреть на текст Карина Маскаленко одного из адвокатов который работал с этим делом в Европейском суде по правам человека речь после перерыва зайдет об этом Карина говорит очень подробно об этом вердикте и хотя конечно мы должны с вами отдавать себе отчет что она адвокат и она представляла одну из этих сторон и конечно она здесь не может быть до конца беспристрастной и она несомненно является представителем одной из противоборствующих партий здесь тем не менее она профессионал высочайшего класса и в том что она пишет есть очень много ясных очевидных вещей которыми мы с вами и займемся в программе суть событий с Андрою Сергеем Пахтоненко после перерыва после новостей пожалуйста не удаляйтесь от ваших радиоприемников через три минуты вернемся 21.30 краткие новости в студии Всеволод Бойко Алексей Навальный и Петр Офицеров обжалованный приговор Ленинского райсуда Кирова об этом их усообщил адвокат политика Вадим Кобзев по его словам таким образом запущена долгая и сложная юридическая процедура она будет предшествовать рассмотрению жалобы напомню Навальный и офицеров получили соответственно пять лет и четыре года заключения по делу Киров-Леса они не признают своей вины В Киеве задержаны противники празднования годовщины крещения Руси милиция отправила в автозак десять митингующих среди которых были известные украинские художники прежде чем задержать людей стражи порядка заявили что митинг запрещен сославшись на решение суда уже анонсировано что манифестанты понесут наказание сегодня окружной административный суд Киева ограничил право на мирные собрания на Майдане и неподалеку от него до конца июля на этот срок выпадает и визит Владимира Путина и патриарха Кирилла в связи с тысяча двадцатипятилетием крещения жители Ижевска на митинге потребованы наказать виновника аварии в которой погибли два человека как передает Интерфакс сначала составился митинг на центральной площади а затем пикет перед резиденцией президента Удмуртии представитель местной полиции ушел к протестующим и рассказал о ходе следствия в общей сложности в обеих акциях участвовали по данным правоохранительных органов порядка 500 человек резонансное ДТП произошло в городе больше недели назад для проведения мирной конференции по Сирии еще остаются препятствия об этом заявил по итогам встречи с представителями оппозиции страны официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин он также сказал что повстанцы готовы к переговорам с официальным Дамаском при участии международных посредников но на определенных условиях задержан автор ложного звонка о бомбе в парламенте Грузии об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на местную прессу возбуждено уголовное дело напомню народных избранников пришлось эвакуировать а все здание обыскать из-за сообщения о взрывном устройстве в Севастополе на репетиции дня флота утонул БТР это произошло в ходе показательной высадки морского десанта машина должна была доплыть до берега после того как была спущена с корабля однако заглохло на полпути десантники эвакуировались БТР удалось поднять 32.64 это официальный курс доллара на сегодня от 20 до 22 составит завтра температуру в Москве возможно небольшой дождь и гроза этой ночью 13.15 не исключены осадки Всеволод Бойко служба информации ЭХО где, где? там реклама привет я все думаю о том что ты сказала мне вчера прошу повтори мне это снова и подтверди что это правда компания ГАЛС объявляет о начале продаж в новом проекте Москва-Сити IQ квартал IQ апартаменты расположены в полностью жилой башне площади от 60 квадратных метров сервис пятизвездочного отеля 725 55 55 725 55 55 это правда проектная декларация на сайте галс-девелопмент Реклама на ЭХО правильное решение мораль победителей трофейное искусство тема программы цена победы в эту субботу после 20 часов у нас в гостях директор государственного музея Эрмитаж Михаил Петровский цена победы в субботу после 8 вечера внезапная проверка боевой готовности войск восточного военного округа тема программы военный совет в эту субботу после 12 часов в нашей студии заместитель начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев военный совет в субботу после полудня новая жизнь старых музеев тема программы музейные палаты в эту субботу после 10 часов в нашей студии директор музея Булгакова Петр Мансилья Круз и директор музея Маяковского Надежда Морозова музейные палаты в субботу после 10 утра сегодня после 22 часов в программе сканер персоны недели Джордж Александр Луи компания недели Сергей Булгакова Ренфе соведущий исполнительный директор информационной группы Интерфакс Владимир Герасимов сканер сегодня после 10 вечера Эхо Москвы события и комментарии Мы сдаемся перед мракобесием тема эфира 2013 в эту пятницу после 20 часов у нас в гостях главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова ведущий Сергей Бунтман 2013 в пятницу после 8 вечера Русский бомбардир немецкую принцессу матерью России как скромной девушке удалось добиться безграничной власти и стать одной из величайших правительниц истории нашей страны об этом в новом номере журнала Дилетант читайте также доверчивый Владимир Ленин почему вождь революции прощал ближайшим соратникам все их мелкие и крупные грехи национальные герои США и Германии за что немцы ценят Мартина Лютера а американцы Мартина Лютера Кинга а также исторические новинки из мира кино литературы и компьютерных игр купить журнал можно не только в магазине но и на сайте diletant.ru Добрый вечер еще раз это вторая половина программы суть событий я Сергей Пархоменко я не в студии сегодня а в эфире по скайпу издалека из-за пределов для России но тем не менее как видите все работает плюс 7 9 8 5 970 45 45 это номер для смс сообщений плюс 7 9 8 5 970 45 45 я потратил в минувшие 3 минуты на то чтобы почитать ваши сообщения очень много жалоб на плохой звук извините пожалуйста я буду стараться мне кажется я понял в чем была проблема в первой половине программы так что будем надеяться что теперь все будет теперь все будет хорошо да и техники наши будут меня держать держать в курсе так вот я начал перед этим перерывом говорить о вчерашнем вердикте европейского суда по правам человека по делу Ходорковского там очень много разных элементов в этом решении и я рекомендовал вам и рекомендую по прежнему прочесть очень интересный и важный содержательный пояснительный текст адвоката Карина Маскаленко который сейчас висит на эхе она ссылается там на собственно ключевую сторону на то что российский уголовно-профессуальный кодекс в двух своих статьях описывает что делать в том случае который сейчас произошел в Подарковске штука заключается в том что европейский суд по правам человека подтвердил по нескольким пунктам причем не по одному а по меньшей мере по пяти разным пунктам подтвердил факт нарушения европейской конвенции о правах человека и вот что на этот счет говорит говорит российский российский УПК сейчас одну секундочку я открою этот текст вот я это несложная совсем операция полез в этот самый УПК нашел те две статьи о которых идет речь к сожалению кстати в тексте Карина Маскаленко там опечатка там говорится о том что это статьи 313 и 315 на самом деле 413 и 415 вот обратите пожалуйста на это внимание статья 413 сообщает о том каковы могут быть основания для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств вот видите обстоятельства бывают разные бывают вновь открывшиеся то есть те которые раньше существовали а теперь они стали известны а бывают новые которых раньше не существовали и вот прямым битым текстом эта самая статья уголовно-профессионального кодекса говорит что таким новым обстоятельством может быть установленное европейским судом по правам человека нарушение положений конвенции о защите прав человека и основных свободных при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела это то что произошло в европейском суде по правам человека по делу Кударковского и Лебедева вот в точности вот это европейский суд подтвердил что нарушена была статья 6 этой самой конвенции право на справедливый суд статья 3 право на защиту от пыток статья 5 право на свободу и статья 1 первого протокола к этой конвенции право на защиту прав собственности и еще там право на непрепостоверность частной семейной жизни итого 5 значит это произошло можно сколько угодно говорить про то выиграл Ходорковский это дело проиграл Ходорковский это дело вместе с Лебедевым но только вот есть 5 пунктов по которым установлено европейским судом по правам человека нарушение положения конвенции о защите прав человека основных свобод при рассмотрении его дела судом Российской Федерации это уже случилось что в этой ситуации происходит в этой ситуации происходит то что описывает эта же самая статья 413 вступивший в законную силу приговор определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду этих самых новых обстоятельств дальше есть следующая статья 415 знаете я каждый раз очень переживаю когда мне приходится зачитывать какие-то юридические юридические тексты в эфире радио конечно для этого очень плохо предназначено но тем не менее иногда приходится вот 415 статья российского УПК действующего УПК прямо описывает то что должно здесь происходить сейчас здесь сказано что пересмотр приговора определение или постановление суда ну в данном случае речь идет о приговоре будем говорить о нем по обстоятельствам указанным в таких-то пунктах статьи 413 то есть вот в том самом пункте о котором я только что говорил когда имеется установлено европейским по праву нарушение этой самой конвенции осуществляется вот этот пересмотр приговора осуществляется президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя Верховного Суда Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления данного представления и так с момента когда решение Европейского Суда вступит в силу у Верховного Суда России будет один скобку прощу один месяц на то чтобы отменить приговор по первому делу Федерковского элипида значит я вам скажу я не очень себе представляю как это будет сделано потому что у этого всего есть очень значительные последствия у этого всего на минуточку есть одно последствие под названием разорение и уничтожение компании ЮКОС компания ЮКОС на основании этого приговора была разорвана на части и роздана разного рода новым владельцам при всяких удивительных обстоятельствах вы помните незабвенную рюмочную Лондон в Твери где подписывали какие-то люди про которых президент Путин тогда еще по первому разу по первой ходке президент говорил о том что он этих людей хорошо знает и они давно на рынке но только потом оказалось что это какие-то подставные лица которые быстро быстро по отцам активы ЮКОСа перепродали компании Роснефт ну в общем ничего там только не происходило в результате этого приговора ЮКОС был уничтожен ну там начали братья вытащить в разные стороны конечно еще до приговора но приговор окончательно открыл эти шлюзы окончательно стало ясно что можно спокойненько разбираться с имуществом компании и собственностью компании ЮКОСа что теперь будет происходить я не знаю я буду с интересом наблюдать за тем как российская власть а речь идет несомненно именно о власти речь идет не о конкретном суде который на свой страх принял это решение не о судебной системе еще раз напомню у нас нет никакой независимой судебной системы в России речь идет о всей так называемой вертикали власти в России которая должна будет каким-то образом теперь из-под этой истории выворачиваться выворачиваться вместе с компаниями которые она контролирует вот тут выясняется важное пикантное обстоятельство что очень трудно будет свалить это все на Гастром на Роснеф на каких-то байкал финансгруппах и всяких прочих независимых предпринимателей которые что-то такое неправильное устроили в результате этого приговора теперь придется это все проделывать централизованно поскольку ответственность за них несет их реальный хозяин их реальный так сказать управляющий этими марионетами посмотрим как это все будет выглядеть я думаю что мы находимся с вами в начале большого важного интересного пути вот с этим самым пересмотром дело конечно на это на все окажет влияние еще и готовящиеся третье дело интересно будет как это все будет развиваться вполне вероятно что российская власть пойдет именно по этому пути она для того чтобы как-то решить вопрос с Кударковским для начала просто закатает третий процесс ну если уже второй был абсолютно невыносимо абсурдным и по существу люди которые которым этот процесс заказывали и которые должны были его реализовать они со своим делом не справились потому что они не смогли устроить второй процесс таким образом чтобы он полностью не отменял результаты первого процесса и в результате мы имеем сегодня два прямо противоречия друг другу решения с которыми конечно еще тоже предстоит разбираться разнообразным европейским международным судам и всяким судам в Голландии которые отстаивают сейчас интересы разоренных фракционеров ЮКОСа и всякое такое прочее это все еще впереди но по всей видимости будет вот такой вот сложнейший компот из отмены или там пересмотра первого приговора и тем временем появление третьего приговора по третьему по третьему делу который на мой взгляд неизбежен если посмотреть на то что происходило в этой вот знаменитой истории с экспертами с авторами экспертного заключения по делу ЮКОСа это все конечно можно объяснить только одним образом только тем что готовится третье дело Ходорковского и Небедева третье дело ЮКОСа вот это единственная логика в которой эти события можно каким-то образом описать ну и наконец третий сюжет в этой программе мне остается 15 минут но я просто считаю себя обязан этого коснуться вы знаете что вчера и позавчера произошли большие события на ГИВе которые лично меня очень интересуют работы сетевого сообщества Дисернет был опубликован материал о диссертации ключевого ну во всяком случае активно поддерживаемого властью кандидата на выборы они тоже предстоят нам того же самого 8 сентября на выборы губернатора Московской области господина Воробьева выяснилось что господин Воробьев собственно как и огромное большинство его коллег украл свою диссертацию было это все достаточно наглядно продемонстрировано там 107 страниц ворованных это 65 процентов общего объема его труда экспертом Дисернета удалось идентифицировать как заимствованный причем незаконно противоправно заимствованный без каких бы то ни было ссылок на авторство и так далее ну в общем действительно сложилась такая трагикомическая ситуация с Андреем Воробьевым когда ему предстоит самому как то выбирать он кем хочет называться хочет он называться вором ну вот если он будет настаивать на том что он сам это все сделал ну тогда он вор а если он будет говорить что нет это какие то другие люди которым он заказал эту диссертацию ну тогда он мошенник ну вот собственно и весь выбор который у него есть я об этом писал текст об этом по-моему до сих пор даже висит на сайтах Москвы огромное количество людей уже его прочло ситуация на самом деле тяжелая для кандидата и я совершенно не стану скрывать что я например считаю что это должно сыграть роль на выборах вот собственно затем такого рода вещи делаются же не для того чтобы очистить науку от каких то неправильных профессоров а для того чтобы очистить наше с вами общество от людей с ворованными репутацией ведь штука же не только в том что человек украл свое ученое свое ученое звание свою степень он украл репутацию он присвоил себе кусок чужой репутации вот и все но дело это сознательно на протяжении 9 лет в данном случае вот Андрей Воробьев он знал что никакой кандидат не писал что никаких научных исследований не вел что никаким кандидатом экономических наук он не является однако он продолжал и продолжает до сих пор указывать это на всех своих официальных сайтах в своих визитных карточках во всех документах во всех анкетах сказано что он кандидат экономических наук а это не так потому что кандидатом экономических наук можно стать в результате того что ты проведешь какое-нибудь научное исследование в области экономики Ничего этого Исполин Воробьев не делал. Как следует из его диссертации, которая на 65%, я подчеркиваю, поменьше, остальное мы еще посмотрим, составлена из чужих работ. Почему это важно? Еще раз. Потому что нам важно знать о людях, как они относятся к важнейшим каким-то постулатам человеческого поведения. Они готовы врать ради достижения своей цели или нет? Они готовы мошенничать или нет? Они готовы присваивать чужое или нет? Вот это на самом деле важно, а не то есть у него степень или нет. Является он ученым или не является. Мы пытаемся понять, с чем этот человек едят, чего он стоит и чего от него можно ждать завтра. Потому что если он с этим обошелся таким простейшим способом, просто взял бы и украл, то совершенно очевидно, что этим методом он будет поступать и в более сложных своих жизненных ситуациях. И вот после того, как все это было опубликовано, мы получили 100 миллионов тысяч разных писем, голосов, криков и вопросов, и все они сводились к одному. А где Собянин? Да, действительно, мы дали повод говорить об этом, потому что вы знаете, что сообщественный диссернет тоже об этом уже много раз писалось и говорилось. Сообщественный диссернет ведет такие конвейерные, тотальные проверки разного рода категорий российских государственных служащих и всяких чиновников и политиков. И сегодня у нас есть там полный список депутатов, которые когда-либо защищали диссертацию, полный список членов Совета Федерации, полный список губернаторов. И совершенно очевидно, что там есть и Собянин. Что я могу сказать о Собянине? Это сложный случай. Вообще история с Собяниным и с его научными степенями, она такая нетривиальная, запутная. Дело в том, что он в 99-м году защитил кандидатскую диссертацию юридическую, а потом в 2007 году попытался защитить докторскую диссертацию. И там произошла какая-то очень странная история, потому что, во-первых, он выбрал такую довольно редкую форму защиты, она теоретически допустима, но крайне-крайне редко встречается. И, в общем, к ней допускает только каких-то очень больших, важных шишек. Это защита диссертации без диссертации. Когда защищается книга, монография. Вот появляется ученый, который говорит, я написал важную научную книгу. Вот моя книга, засчитайте мне ее, пожалуйста, в качестве диссертации. Теоретически, по закону, так можно. Практически это происходит крайне редко. Но, тем не менее, Собянин попытался так сделать. Значит, в издательстве «Норма» вышла книга, его некая научная монография, посвященная сложным правовым проблемам. Братерин попытался, значит, эту книгу представить в качестве своей докторской диссертации. И в последний момент отказался. В последний момент уже все было объявлено. Уже был автореферат этой несуществующей диссертации опубликован. Уже на сайте ВАКРа было объявление о том, что назначена защита. Уже были известны научные руководители, оппоненты и все остальное. И в какой-то момент это все отменилось. Это очень странная история. Нигде вы не найдете больше упоминаний на формальных сайтах о том, что Сергей Собянин попытался быть доктором юридических того. Что он кандидат. Сказано, а про доктора нет ничего. Значит, разумеется, сообщество интернет занялось этой историей. И внимательнейшим образом принялось исследовать весь этот массив. И кандидатскую диссертацию. И вот эту самую книжку, которая попыталась быть докторской диссертацией. Там колоссальное количество источников. Совершенно несусветные. В том числе достаточно старых. Там даже есть революционные источники. Ну, вы знаете, что с этим всегда проблемы. Многое не оцифровано. Многое отсутствует в библиотеках и так далее. Мы стали все это собирать. И мы, в общем, довольно много чего уже собрали. И мы довольно много чего знаем. И про кандидатскую диссертацию, и про эту самую монографию Собянина. Но нам еще предстоит кое-что собрать. Нам еще предстоит пополнить эту нашу коллекцию. Это нелегко. Мы здесь вынуждены обращаться к разного рода добровольцам, которые нам помогают в разных активах, библиотеках, роют в интернете, присылают разные ссылки. Большая, огромная работа. И вот в связи с этим у меня появилась одна мысль. Я сейчас попытаюсь прямо в прямом эфире Эхо Москвы эту мысль реализовать. Я обращаюсь сейчас к Сергею Собянину. Другой Сергей Собянин, мне кажется, что вы являетесь тем человеком, которому больше всего на свете сегодня нужно, чтобы подозрения, фальсифицированность вашей кандидатской диссертации и той монографии, которую вы попытались защитить в качестве докторской и почему-то передумали, вот чтобы эти подозрения были сняты. Вам сейчас очень важно, чтобы в этой ситуации наступила полная ясность, чтобы всем было очевидно, что вы действительно автор и одной научной работы, и другой научной работы. Не скрою, у нас, у людей, которые работают в диссертации, очень плохие предчувствия на этот счет. Наш опыт показывает, что большая часть ваших коллег свои диссертации воруют. И разумеется, мы в данном случае вынуждены исходить из предположения, что вы не писали вашей кандидатской диссертации и не писали сами той монографии, которую потом попытались защитить в качестве докторской. Еще раз, это наше предположение, это наше подозрение. Мы пока этого не утверждаем. Мы это станем утверждать тогда, когда мы соберем всю эту документацию, а мы, несомненно, ее соберем. Когда мы соберем все источники и когда мы это все проанализируем. Не волнуйтесь, мы это обязательно сделаем. Мы все равно это все добудем и все равно это все раскроем. Как-то продемонстрируем на весь мир так ровно, как мы это продемонстрировали с Андреем Воробьевым вчера. Так вот, будьте любезны, пожалуйста, избавьте нас от этой лишней работы. Вы в этом сейчас, во время выборов, очень заинтересованы. Вы же хотели честных выборов. Вы хотели открытости. Вы хотели честности, откровенности. Вы хотели такого позитивизма от этих выборов. Ну, так давайте, вперед. Ведь у вас есть все эти материалы, если вы действительно писали эту кандидатскую и эту монографию. Вы же не сожгли в печке это все после того, как вы эту монографию опубликовали, а эту кандидатскую диссертацию защитили. Правда же? У вас где-то это все должно лежать. Я не знаю, лежит ли оно, но должно. Вы, конечно, можете сказать, что вы это делали в каком-то старом компьютере, и с тех пор у вас испортился хард-диск в этом компьютере. Вы знаете, так студенты иногда поступают, когда у них профессор на экзамены спрашивает, почему они не сдали свою курсовую работу. Они говорят, вы знаете, вот компьютер сломался, все потерялось. Вы тоже можете так поступить. Мы примем от вас такое объяснение. И после этого будем продолжать свои поиски. Но мы, Сергей Семенович, не советуем вам поступать таким образом. Мы вам рекомендуем поручить кому-нибудь из ваших помощников быстро и аккуратно собрать все эти материалы и прислать их нам. Найти координаты наши проще простого. Есть мои координаты. Вы знаете почту «Эхо Москвы». Вот, в конце концов, радиостанция «Эхо Москвы» может нам послужить. Здесь прекрасным почтовым ящиком. Можно это сделать через радиостанцию «Эхо Москвы». Есть, например, всем известный, замечательный специалист, изобретатель программы под названием «Десерорубка» Андрей Ростовцев. Его тоже очень легко найти. Он часто публикуется в разных редакциях. Вот его хорошо знают в «Ленте.ру», его хорошо знают в «Новой газете», его хорошо знают в «Газете.ру», его хорошо знают в разных других наших изданиях. Найти проще простого. Пожалуйста, сделайте это. Мне кажется, что вы в этом сейчас очень заинтересованы. И вы тот первый человек, который должен сейчас стоять в очереди на проверку этих ваших диссертаций. Потому что вы видите, что ваш коллега по выборам, Андрей Воробьев, который вчера пробурчал, что он на все свои вопросы по поводу диссертации уже ответил во время защиты, он выглядит очень глупо. Над ним все смеются. Если вы хотите, чтобы так же ровно смелялись над вами, поступите так же. Но мне почему-то кажется, что вы этого не хотите. Вот то обращение, которое я хотел сейчас в прямом эфире сделать. И мне кажется, что история с этими диссертациями, история с диссертантом, она тоже будет иметь большие последствия. Видите, у меня сегодня получилась такая передача, состоящая из одних прогнозов. То я вам рассказываю, что московские выборы еще будут продолжаться долго, и еще долго будут оставлять свой след в российской политике. То я вам рассказываю, что история с вердиктом Европейского суда по делу Ходорковского будет продолжаться долго и оставит большой след в российской экономике и политике. То я вам рассказываю про то, что история с диссернетом, и в частности вот с диссертацией господина Собянина, будет иметь большой резонанс, и нам еще долго предстоит об этом разговаривать. Ну что же делать? Понимаете, вот так вышло, что мне, например, и вам вместе с страной, нам всем, слушатели Меха Москвы, довелось жить в эту пору прекрасно, и участвовать в каких-то вот таких вот событиях, которые сейчас только начинаются, и явно будут еще продолжаться достаточно долго, и явно будут еще долго определять нашу жизнь. Ну, называется, с нами не соскучишься. Вот, собственно, это и была моя последняя протисерия, удаленная программа своих событий на радио «Эхо Москвы». Я надеюсь, что на следующей неделе я уже благополучно буду в Москве, и без всех этих приключений смогу свою программу вести. И вот тогда, например, мы с вами сможем обсудить в частности и ту реакцию, и тот ответ, который я к этому моменту уже получу, или не получу от кандидата Собянина по поводу чрезвычайно важного для него дела. По поводу того, честный он человек или нет. Лжет он или способен говорить правду. Он мошенник или он честный трудяга? Мне кажется, что ему важно было бы по этому поводу помочь людям, которые этим интересуются. Большое спасибо. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Парковенко. До встречи в Москве. Всего доброго. До свидания.